Вот. Вот это вот true, а вот это вы тут какими-то детскими занятиями занимаетесь на своих перилах. Привет, сноубордисты! На носу у нас что? Бородавка, это точно, но еще и зима, потому что, в общем-то, лето все кончилось, и нам нужно летние развлечения оставить и приближаться к зимним, так скажем. Сегодня к нам в магаз зашел Костя Сан, ну, кто его знает, я думаю, они его знают, а те, кто не знает, представлю. Он сноуборд-блогер и активно катается на очень многих досках, но ему стало интересно, что мы тут предлагаем в нашем магазинчике. Напомню, мы открылись-то только в феврале, по-моему, в конце февраля, то есть весь прошлый сезон был пропущен нами, но вот в этом году мы начинаем уже, так скажем, в полную силу работать. Костя заехал поснимать свой видос, у него есть свой видеоканал, то есть вы проходите к нему на канал, смотрите, там очень интересные обзоры на доски, крепления, ну, вы сможете найти какую-то для себя новую информацию, возможно, это поможет вам в выборе досок на следующий наступающий сезон. Вот, а Костю мы решили для своего канала снять формат такого интервью, поэтому никакого обзора не будет, мы чисто поболтаем вообще, чем занимаются летом сноубордисты. Вот, ну, поехали! Да, привет, Юра! Привет, зрители! Внизу будет ссылка на канал, и на моем канале уже будет рассказ про этот магазин, про то, что здесь можно увидеть, про мост, про джентльмстик, что я об этом думаю. Обязательно какую-нибудь доску я возьму с собой в Шерегеш, и будет обзор со снега. А сейчас мы просто поболтаем, и вот, лето закончилось, и мы начинаем ехать к себе домой, в Сибирь. Начинаем ехать, долго будешь ехать, да? Ну, тут чисто технически из Москвы 4 дня пути, но мы, я думаю, будем с перерывами. А ты откуда едешь-то? Ну, мы начали ехать из Крыма, то есть мы весной уезжаем максимально далеко от дома, а потом плавно начинаем двигаться обратно, и вот первая остановка Москва. Понятно, а ты вообще родом из средней полосы России. Из средней, а в Шерегеш как попал? У меня вообще такое детство было сложное, я путешествовал с родителями, как-то даже в Крыму жил, и в Шерегеш мы одно время начали много кататься по стране, и Шерегеш как-то так заинтересовал, был непопулярный курорт, и место, где сезон начинается в начале ноября и заканчивается в конце апреля, начале мая, и мы решили там осесть. То есть осесть, в смысле, это с родителями? Нет. Или ты уже, собственно, сам? Да, это я уже сам. Мы выучились на инструкторов, проводили там сезоны, работали. Ну, в основном катались, конечно. Ну, ясно. То есть Шерегеш – это твоя постоянная дислокация. Да. Ну, зимой, по крайней мере. Да, последние лет шесть я считаю это своим домом, базой, ну, и большую часть года, конечно, я провожу в Шерегеше на одном месте. Окей, а что в Шерегеше делать летом можно? Еще лет пять назад это был такой сложный вопрос, но сейчас курорт развивается и в летнем направлении, и да, там построили веревочные парки. Там как минимум два-три, три пруда, в которых можно купаться. В одном из них водится форель. Вообще ходить-то можно в любую сторону, на любую гору, везде есть тропинки. Ну, и сектор Е, например, пробивает, можно так сказать, тропы, облагораживает их, там куча табличек, маршруты. Можно там пойти на экскурсию куда-нибудь. Ну, в смысле для туризма. Для туризма, да, для пешего. Вот, то есть человек просто неподготовленный, без всяких там трекинговых ботинок может прийти и погонять по тропам, там, занять себя на полдня, на день. А что-то слышно про развитие? Как там они, что они собираются делать, не собираются? Я как-то слышал в каких-то там новостях информационных, что в курорт хотят вкладывать приличные деньги сейчас и развивать инфраструктуру, то есть именно там гостиницы и так далее. Ну, и помимо подъемников. Это как бы хорошо. И да, глава государства пообещал 8 миллиардов на развитие. Пока мы их, конечно, не видим, но цены на недвижку уже взлетели в полтора-два раза. Это как бы не сильно хорошо. Но на самом деле каскад-подъем, сектор А, он движется, развивается, там, готовится. Сектор Б уже есть, и вот в ту сторону идет развитие курорта. Там видно стройку, когда летом там гуляешь, наверху видно, что как минимум один новый подъемник в этом сезоне уже будет. А какая там недвижка есть? Да, квартира просто. Ну, в смысле, поселок, где такие дома, а частный сектор развивается, нет? Да, там ходят слухи, что, может быть, лет через 10 будет вообще новая зона с такими, новая зона частного сектора. Туда пока, наверное, только дорогу проектируют. Но поселок планирует развиваться. Ну, ясно, это, в общем-то, я что-то тут уже, наверное, полгода думаю тоже про Шерегеш. Как раз я их узнаю по поводу недвижимости и так далее. Но такое все. Планы, мысли какие-то, даже не планы. Ну, вообще, как бы, интересное, да, место в том плане, что зима там хорошая, длинная, и снега там дофига, и кататься можно долго. Вопросы вот были как раз именно по лету. Но по лету, я так понимаю, тоже там развитие идет. Но сейчас это, летом это спокойное место, куда пока ездит только Новокузнецк, Новосибирск, в общем, сибиряки на выходные. Но вот я недавно у кого-то видел, выкладывали, ребята там какой-то фестиваль проходил, там прям на поляне перед подъемниками где-то. То есть что-то там какая-то движуха все-таки есть. Музыкальный фестиваль прошел, сейчас прошел окрашенный фест, когда разрисовывали фасады домов, какие-то объекты на горе, ратрак закатали в граффити. Расскажи, что ты вообще летом-то делаешь? То есть ты катаешься на чем-то или нет, или просто путешествуешь по стране? Ну, летом я катаюсь на скейте, ну, я такой скейтер, можно сказать, на пенсии, я в радиусах гоняю. Там, где не надо толкаться ногой и делать кикфлипы, вот это мое, там, пульчики. А Москва у нас, как я вижу, теперь чуть ли не мировая столица пулов. Тут вообще и месяц не хватит, чтобы все въехали. Казань мировая столица пулов. Там только один, второй рядом. Ну, понятно. Да, поэтому я по пульчикам, ну и скалолазание, я решил вспомнить было и вернулся на скалы, поэтому так, миксую, скейт, скалолазание. В Крыму сейчас были, в Симизе построили XSA парк, красивый, прикольный, ну и тут же у тебя скалы, тут же море в воду попрыгать можно. А скалолазанием ты как-то там в юности увлекался? Ну, уже я лазаю с последних классов школы и на протяжении лет 7-10 у меня было такое фитнес-лазание. Иногда было время, я даже работал что-то в такой альпинистско-скалолазной теме, немного водил людей, учил их лазать. Ну, а потом у меня началась целая эпоха борьбы с травмами колена и я лет на 8 перестал лазать, лечил колени, а вот сейчас колени целы. Поэтому лето так. И в Шерегеше, кстати, кто был в Шерегеше, знает, такие горки у нас под названием верблюды, их видно с горы в хорошую погоду, они туда в сторону креста находятся. Так вот летом там можно лазать, там пробита куча маршрутов от, по-моему, даже четверки есть, от четверок и до семерок. И скалы не залазаны, они в зацепке не скользкие, гранит свежий, ну и красиво, спокойно, народу мало. Ну, кстати, альп-подготовка, наверное, помогает в работе гида. Ну, ну и она сейчас обязательно. Да, ну я не то чтобы гид, я как гид зимой не работаю, я инструктор. Инструктор и обзорчики пилю, катаясь на досках, записываю свои ощущения. Да, вот интересно, как теперь гидом-то быть. Гидов сейчас будут сертифицировать, пока непонятно кто. Ну, я согласен, потому что сейчас там в той же поляне можно в любую сторону плюнуть и попадешь в гида. Это точно. И, ну, конечно, есть пару организаций у нас. Извините, гиды, я не плевал ни в кого, честное слово. Нет, ну это, я думаю, это правильный этап в развитии вот этой вот всей гидской индустрии. Потому что, ну, как минимум, можно плохо покататься, если ты взял кривого гида. А с сертификатом человек, как минимум, прошел несколько курсов, умеет работать с группой, ну и знает, как это делать безопасно. Не, мне на самом деле постоянно написывают, что, ну, имеется в виду куда-то там в соцсети, что мы хотим быть амбассадором того или иного вашего бренда. Прям, ну, буквально, наверное, каждую неделю. То есть, ну, это вот в течение нескольких лет. То есть, я понимаю, сколько народу. Я, кстати, тоже был одним из тех, кто писал Юрию. Кто-то работает гидами. Ну, я, кстати, уже не помню, как мы с тобой встретились. О, это было очень давно, когда я писал первый раз, но получил вежливый отказ. Тогда мы, да, по 32 точно не договорились. И, кстати, я помню, тебе пришлось купить ботинки. Я купил. Мы тебе какую-то предложили скидку. И вот это, кстати, один из вопросов, который, да, который я хотел задать. Вот у Кости, как вы знаете, ну, или не знаете, есть такой никнейм, как Джонс. Кто такой Джонс? Это, ну, хороший сноубордист, да, который катается там где угодно, но только не по трассам. Фрирайдер. Фрирайдер, да, и вот эта вот модель ботинок 32 Джонс, это вот как раз, как был, наверное, может быть, первый год, когда выпустили. Это именно для ходьбы ботинок, то есть у него здесь вот сзади есть такая откидывающаяся штука. Когда ты идешь, да, там, на сплите вверх, у тебя нога имеет какую-то свободу движения. И вот как раз Костян, я помню, хотел именно эти ботинки, и в итоге ему пришлось их приобрести. Причем первый год они стоили каких-то адских денег, то есть вот сейчас они стоят, ну, вот в прошлом сезоне, да, они стоили в розницу 53 тысячи. Когда цена-то не сильно выросла, они примерно так и стоили. Ну, слушай, мне кажется, они, насколько помню, они стоили под 60, там, или в 70 с чем-то. А, может даже дороже. То есть когда цена была сильно дороже, потому что это прям была первая такая модель с такой штукой, и такие все хайповали. Офигеть, я даже... Специальный ботинок под ски-тур, там, смысле, под сплитбординг и там с вибрамом. Я хотел спросить, ты же вот что-то недолго, вроде, на нем откатался, и какие у тебя к нему претензии вообще были? Обзор, кстати, этого ботинка лежит у меня на канале, если отмотать чуть-чуть назад. Там я прям рассказываю и показываю, как это все работает. Но с тех пор он изменился, система крепления вот этой снежной манжеты, она изменилась. Но ботинок по-прежнему на шнурках и по-прежнему с откидывающимся задником. Идея хорошая, все отлично, ботинок классный, к бренду вопросов нету, но у меня не было возможности померить этот ботинок до, и он мне немного не подошел по стопе. В то время Fetitoo делали ботинки с узкой колодкой, поэтому я просто не мог в нем долго находиться. А так идея хорошая, особенно для тех, кто скитурит в больших горах, в Прильбрусье, например, там, где есть длинные подходы или подъемы достаточно пологие. Вот эта вот опция откидывающегося задника, она значительно облегчает ситуацию. Ну плюс у меня вот друзья в Гудаури, гиды, они катаются в этих ботах, они просто в них тачку водят. Надел, зашнуровал, откинул задник и все, и ты можешь там сцепление сжать и вообще без проблем. Ну и это решает, это действительно удлиняет шаг. Когда эти гиды будут ехать по дороге, скажите, я отойду. И, кстати, я удивился, что ты знаешь про мой никнейм. Это вообще очень старая тема. И вот Джереми у меня был такой ник, когда в 2000-х мы начинали кататься, все фанатели по джибингу у нас на маленькой горке. А я случайно посмотрел там какой-то видос от Стандартфилма и такой вот, вот это вот тру, а вот это вы тут какими-то детскими занятиями занимаетесь на своих перилах. Ну и, в общем, меня стали называть, а, это Джереми. Ну, в общем, ребята, хотите ботинок хорошо выбрать, идите в магазин и меряйте. Я вот, честно говоря, не понимаю, как можно обувь покупать по интернету. Если только вы можете взять там, например, 2-3 пары померить, это другое дело. Ну, там одна модель, разные размеры, тогда да, вот. Но так вообще подбирать по интернету обувь, конечно, проблематично, наверное. Ну, а выбор Фетиту – это сквот, конечно, тот самый большой выбор. Слушайте, ну вот в прошлом сезоне очень много продаж было по ботинкам 32, я даже не знаю, у нас осталось их много-немного к началу сезона. Сейчас непонятно, что будет, потому что опять с этой пандемией какие-то задержки в отгрузке просто всего. То есть там что-то чуть-чуть пришло, что-то не пришло, про что-то пишут все наши партнеры, что у нас задержка как минимум в 3 недели, там у кого-то в месяц. Ну, то есть, сами понимаете, в этом сезоне, наверное, поступать новой продукции будет весьма медленно. И, наверное, уже туда ближе к этим месяцам, там, к ноябрю, наверное, может быть, там в октябре. Ну, я так вижу, у нас какие-то все-таки модели тут еще стоят, присутствуют, так что... Те, кто поедет открывать сезон в Шерегеш, здесь есть интересные штуки. В своем видосе, на своем канале я расскажу, тут и Телос есть, который прям хорошая альтернатива среди палдерных досок. Кстати, про Шерегеш и открытие сезона. Вот мы решили, что мы в этом декабре, в начале декабря, ну, планируем, наверное, первую неделю декабря провести тоже в Шерегеш. И мы, я имею в виду, сквот с нашим тестовым пулом. То есть, мы постараемся привезти в Шерегеш максимальное количество наших фрирайдных досок, чтобы можно было попробовать. Потому что в это время как раз все приезжают, да, все обычно, вся фрирайд-комьюнити, все приезжают туда на раскатку. Ну, не знаю, много ли приезжают местных людей там с окружающих городов, но вся, так скажем, фрирайд-комьюнити там будет. И было бы интересно дать им всем попробовать наши доски, потому что у нас очень много уникальных моделей. И узнать о том, как они покатались вообще, что они думают, какие ощущения получат. Поэтому следите за нашими анонсами. В данный момент еще это такой, как сказать, предварительный анонс, но у нас есть четкое желание сделать это именно вот в первую неделю декабря, когда, скорее всего, уже снега будет вполне достаточно, чтобы покататься вне трасс. Ну, и там некоторые доски по трассам. Будут доски, будут крепления наши новые степы на клю. Не вижу их тут. Они там за углом стоят. То есть их можно будет тоже потестировать. Ну, и какие-то развлечения придумаем. Поэтому, еще раз говорю, следите за нашими анонсами. Вот, надеюсь, Костя тоже погоняет на наших досок. И мы это все поснимаем, и он поснимает. И всем нам будет хорошо. Да. Надеюсь, снег будет. Я тоже надеюсь, снег будет, потому что что-то какая-то, не знаю, очень уж теплое было лето. И совершенно непонятно. Прошлое начало сезона было прям очень нехорошим. До середины декабря снега не было. И все фрирайдеры, что приехали открывать сезон, прям прикурили. Но потом все разъехались. Вообще все. Вторая половина декабря. И начали снегопады. Этот сезон был прошлый. Был, наверное, самый снежный, который я помню. Просто гора стала ровной. Все, весь рельеф сравняло. Вот еще один плюс этого места, что там летом жарко, зимой холодно и куча снега. То есть, как бы такой суперконтинентальный климат, он делает это место таким достаточно уникальным. Даже по сравнению с той же поляной, в которую просто все ездят. Поляна, естественно, очень зависит от снега. И там порой температура не позволяет даже выпадать снегу. Я, кстати, насколько помню, как раз тоже в начале декабря поехал кататься не в Шерегеш, а в Приисковой. И в Шерегеше была куча знакомых, которые все писали, что, блин, что-то снег кончился, ничего не осталось. Там они катались по трассам, карвинг по льду. Но я бы не сказал, что прям было офигеть, как много снега в Приисковом. Но он был там, по крайней мере, все-таки не курорт, и мест много там мы как-то находили, какие-то снежные спуски. Но тоже мы катались в основном так пониже, где лесок, потому что наверху было все задуто, и там просто жестко. Да, в Приисковом начинает падать рано. Я уже видел, но у них они выкладывали фоточку, уже был снегопад. То есть там травка зеленая, и на ней лежит просто снег. Да, да, да. Он, наверное, растаял уже. Ну, в конце октября там уже какие-то туры, кто-то открывает сезон сначала в Приисковом, потом едет в Шерегеш. Я сижу в Шерегеше и жду снега, потому что зима у нас наступает внезапно. Утром пошел снег, на следующее утро ты уже идешь кататься, а там, ну, как минимум по колено, может быть. А Приисковый, вот ты уехал в Приисковый, а тут раз в Шерегеше снегопад, а ты не дома. Это обидно, конечно, бывает. Ну, я надеюсь, да, надеюсь, что снежок нам выпадет на наши тесты, потому что не хотелось бы по камням тестировать доски. Ну да, хочется тестировать их в естественной среде обитания. Ну, кстати, у нас много моделей, которые просто, на которых можно хорошо карвить по склонам отротраченным. В крайнем случае займемся этим. Я, правда, не умею. А я не люблю. А, ну, поучишь тогда. Ну, научить могу, да. Ну что, давайте тогда мы закруглимся на этом. В общем, у нас в гостях был Костя Сан, Джереми Сан. А почему, кстати, Сан? Это что за фамилия? Китайские корни. Реально? Реально, у меня прадед китайцем был. Вот так вот. Нифига себе. А вообще не похож. Разрез глаз наш, цвет наш голубой. То есть, прям вот чистый, чистокровный. А фамилия вот такая интересная, да. Ну ладно, Кость, да, спасибо тебе за интервью. И оставляю тебя тут в магазине снимать дальше свою версию. Да. Ну и увидимся, да. Ну точно, мы увидимся, да. Я думаю, мы еще и предварительно там пообщаемся. Вот тогда. Все, всего доброго тебе. Спасибо зрителям, что вы нас посмотрели. Готовьтесь к сезону. Уже начался сентябрь, осень, скоро снег пойдет. Так что всем привет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok